Инспекционную поездку по объектам социальной инфраструктуры Твери и Калининского района совершил в четверг губернатор Игорь Руденя. Глава региона посетил два детских сада, один из которых достраивается, а также среднюю школу ускоренными темпами, возводимую в крупнейшем микрорайоне областного центра. Детский сад «Семицветик» в селе Бурашево Калининского района был открыт в 2021 году по национальному проекту «Демография». Здесь работают четыре группы, которые посещают 80 ребят. Благодаря его вводу в Бурашевском сельском поселении полностью решен вопрос с обеспечением детей дошкольным образованием. Детки и из Бурашева едут, и из ближайших деревень, и какие-то детки едут, переезжают вместе с родителями из города. Этот корпус был нам очень нужен, очень важен для родителей и для нас. Глава региона осмотрел детские группы, музыкальные и физкультурные залы, пищеблог и медицинский кабинет. Пообщался с воспитателями и ребятами. Игорь Рудене высоко оценил качество материалов, использованных в отделке помещений, а также оснащение учреждения. В частности, сушильные шкафы для одежды. Губернатор поручил проработать вопрос установки подобного оборудования и в других детских садах. У нас значительно повысилось и качество стройки, качество отделочных материалов. Кроме того, используются российские отделочные материалы, уже совершенно другого, более высокого уровня. Используется сантехника российская, которая специально адаптирована для детей. Начиная с 2019 года, по национальному проекту «Демография», в Тверской области дополнительно открыто 13 детских садов. Продолжают строиться и новые. Один из них в Твери на улице Левитана. Объект находится в высокой степени готовности. Приобретается необходимая мебель. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест. В нем будет 8 групп, в том числе 2 ясельные, музыкальные и спортивные залы, кабинеты для дополнительного образования. Совсем рядом возводится школа на 1224 места. Здесь создадут все условия для учебы, включая два плавательных бассейна. Ведутся работы по фасаду, завершаются работы по монолитным работам, по кровле, а также устройства ИТП. Мы планируем до февраля месяца завершить по тепловому контуру работы в полном объеме и с 1 апреля приступить к работам по отделке самой школы. Планируем срок завершения объекта и ввода передачи в эксплуатацию 1 сентября этого года. Детский сад и средняя школа будут отапливаться отдельной котельной. В ней уже смонтировано оборудование, проведены электромонтажные и сварочные работы. Данные школы, детский сад – это не последние социальные объекты, которые будут построены в микрорайоне Южный. Как видно из картинки за моей спиной, микрорайон продолжает активно застраиваться, а значит, нужны новые объекты. И, как сказал губернатор, здесь поставлен вопрос правительством о том, что будет построено еще минимум два детских сада, а кроме того еще и детской и взрослой поликлиники, поскольку насыщение жилых микрорайонов, соответствующих социальной инфраструктурой, один из приоритетов рабочего нашего правительства.